В этом году мы ожидаем грипп Гонконг, Мичиган и Брисбен. Один из них это альтернатива, скажем так, того гриппа Калифорния, который все знают как H1N1 или свиной грипп, который был очень грозный, с очень тяжелыми, серьезными осложнениями и с достаточно приличным количеством летальных исходов. Поэтому ожидать грипп нужно всегда и быть к нему готовым. Как быть к нему готовым? Нет ничего лучше, чем провакцинироваться. Никакая защита ни лук-чеснок, ни здоровый образ жизни, ни обливание холодной водой, ни разобщения контактных не спасут пациента от возможного инфицирования вирусом гриппа. Если же человек заболел вирусом гриппа, вроде как есть выражение с лечением 7 дней без лечения недели, скажем так, но при этом грипп, в отличие от других респираторных вирусных инфекций, он отличается тем, что он крайне тяжело переносится. Всегда человек очень страдает во время гриппа. Это очень высокая температура, это выраженная степень интоксикации. То есть действительно он тяжело переносится. Для того, чтобы этого избежать, лучше всего все-таки провакцинироваться. Ничто так не защитит, как вакцина. Если в прошлом году мы в Украину получили вакцину противогриппозную вообще очень поздно, уже в сезон начала эпидемии гриппа, то в этом году, слава богу, нам повезло. И у нас в Украине есть вакцина от гриппа, и уже люди у нас очень многие провакцинировались. В частности, в нашей клинике в медикоме у нас мы получили вакцину Vaxigrip. Это французская вакцина. По опыту работы с этой вакциной вакцина хорошая. Еще существует вакцина Influvac, Голландия, и Fluorix, это Бельгия. Это те три вида вакцины, которые уже отработаны много лет. Мы знаем, что они и хорошо переносятся, и имеют хорошую результативность в плане выработки иммунитета против гриппа. Поэтому пока еще есть возможность, я призываю все-таки людей провакцинироваться, потому что для выработки полноценного иммунного ответа человеку нужно от двух недель до двух месяцев после вакцинации, чтобы он смог вступить в эпидемию гриппа подготовленным и не заболеть. Инфекция – это не новая. С единственной разницей, что если 20-й век у нас считался веком бактериальных инфекций, там дизентерия, дифтерия, да, то 21-й век – это век вирусных инфекций и в первую очередь гриппетических. А инфекция, вызванная вирусом Эпштейн-Бар, это названо по фамилии автора и его ассистентки, кто открыл этот вирус – Эпштейн и Бар, она относится к семейству герпес-вирусов. Она очень широко распространена среди человеческой популяции. По литературным данным, данным разных авторов, взрослое население до 98% инфицированы веб-инфекцией, вирусом Эпштейн-Бар. Дети, считается, до 3-х летнего возраста, до 70% сталкиваются с этой инфекцией. Главная особенность этого вируса, как и любого другого представителя герпес-вирусов, состоит в том, что он никогда от нас не уходит. Единожды инфицировавшись, эта инфекция становится хронической. Хроническая вирусная инфекция, этот вирус с нами живет, не придумано ни лекарств на сегодняшний день, не силы нашей иммунной системы, не способны победить этот вирус, но они способны его нейтрализовать. И задача, как побороться с активностью этой инфекции, вот состоит как раз и врача, поэтому такие пациенты, когда появляются, мы смотрим, активен или не активен этот вирус, стоит назначать лечение, или это просто носительство данной инфекции. Если мы отказываемся от вакцинации, то в человеческом обществе накапливается неиммунная прослойка. Считается, что для того, чтобы победить какую-то эпидемию, нужно, чтобы было общество провакцинировано на 95%. Как у нас случилось в свое время, тут я могу много говорить, признаться, как у нас в свое время случилась эпидемия дифтерии, она же была очень тяжелая, у нас были смертельные исходы в свое время, когда была эпидемия дифтерии, потому что перед этим многие люди начали отказываться от прививок АКДС, на тот момент существовали, это как лёж-дифтерия, столбняк дифтерия, и началась дифтерия, неиммунная прослойка, и люди начали болеть. Это одно. Второе, противопоказание, это в инструкции всегда прописано противопоказание. Как правило, это непереносимость какого-то конкретного компонента, или это серьезные, официально зарегистрированные реакции или осложнения после вакцинации проведенной, а не так, как просто поднялась температура немножко, то, что может быть, действительно, может быть. Больше того я вам хочу сказать. В инфектологии, вот я инфекционист, в инфектологии есть понятие «управляемая инфекция». Если мы говорили о том, что никакие методы, ни разобщения, ни здоровый образ жизни, ни правильное питание, ни закаливание и так далее, и так далее, не будут столь эффективными для того, чтобы не заболеть инфекционным заболеванием, то, скажу, только правильно проведенная вакцинация хорошей, качественной вакциной. Она является абсолютной защитой от инфекции, то есть инфекцией можно управлять. Значит, ее можно избежать. Вот это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова